Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42. В студии Сергей Уланов и в начале выпуска коротко о главном. Надбавку за риск медработникам будут начислять с пропорционально отработанному времени. Чиновники от медицины считают это объективным подходом. В Западно-Казахстанской области руководители медицинских и образовательных учреждений смогут принять участие в контроле за строящимися объектами. В Уральске в этом году на борьбу с комарами и мошками выделено 88 миллионов тенге. Затяжная прохладная весна не позволяет травить комаров в полную силу. Надбавку за риск медработникам будут начислять с пропорционально отработанному времени. Об этом сообщили на брифинге в столице. По словам чиновников от медицины, это объективный подход, когда отработавший полный месяц врач-инфекционист получает полную сумму, а его коллега, который присоединился позже и может в этом месяце отработал всего 5 дней, получит надбавку пропорционально отработанному времени. Врачи, задействованные в противоэпидемических мероприятиях, должны были получать от 212 до 850 тысяч тенге. Эти деньги выплатили 15 тысячам врачей. Но многие медики стали жаловаться, что им не выплачивает этих денег. После жалоб еще 2000 врачей получили положенные им деньги. Но, как выяснилось, чтобы получить эти деньги, врачи должны работать с риском для жизни возле инфицированных целый 8-часовой рабочий день. Только в этом случае они получат обещанные им деньги. Для первой группы стационаров инфекционного профиля норма рабочего времени в неделю для медицинского работника составила 36 часов максимальная. Для провизорного стационара эта норма также составляет 30 часов. И для третьей группы, в том числе и карантинных стационаров, эта норма составляет 40 часов в неделю. По словам чиновников от медицины, это справедливый подход. В противном случае это вызвало бы негодование со стороны медработников, которые отработали полный месяц и получили точно такую же надбаку, как их коллега, который отработал всего лишь день или два. Но в некоторых регионах руководители клиник так переусердствовали, что стали считать работу врачей буквально по минутам. Здесь надо понимать, что бывали случаи, когда медработники подключались, допустим, ближе к концу медицинского периода, то есть именно в март месяц. Потому что именно в марте месяц большая нагрузка была в двух городах. Это в столице, Нур-Султан, и в Алмате. И, соответственно, вот эти цифры сами говорят за себя. Конечно, были случаи, когда медицинские работники поднимали эти вопросы касательно того, что они получили якобы меньше. Но расчеты нами были проверены. И все жалобы, в том числе, которые поступали в министерство здравоохранения, в текущем варианте рассмотрены. Пока медикам выплатили в общей сложности 3 миллиарда деньги. Отметим, что президент поручал выделить для борцов с COVID 40 миллиардов. Правда, сюда не входят еще и страховые суммы. Как сообщалось, ранее предусмотрено 10 миллионов тенге за смерть врача. И 2 миллиона, если медик заразится COVID. Сегодня каждый третий зараженный в Казахстане – это медик. На данный момент уже 652 врача заражены КВИ. Но чтобы получить 2 миллиона, ему еще придется доказать, что он заразился именно на работе. Бауржан Шейхмед Ахмедяр Ильясов, столичное бюро ТДК-42. Потери бюджета из-за карантина посчитали в Казахстане. Как сообщили на брифинге в СЦК, местные бюджеты недополучат 230 миллиардов тенге. Уже принято решение компенсировать эти недополучения из-за республиканского бюджета. О том, как повлиял карантин на бизнес, расскажут наши столичные корреспонденты. Из предполагаемых 10 миллиардов долларов, что государство выделяет на преодоление кризиса, более половины направят в банки, через которые планируется кредитовать экономику. Но по оценкам независимых экономистов эти деньги, как обычно, просто пойдут на перекредитование старых и проблемных проектов под более низкие ставки, чтобы спасти сектор. Как признали чиновники, освободить от налогов весь бизнес они не могут, иначе бюджет просто перестанет пополняться. Доходная часть бюджета – это основа нашей внутренней стабильности, поэтому одномоментно взять и всем отменить все эти платежи, конечно же, считается нецелесообразным. Нужно подходить по конкретной отрасли, по конкретной категории бизнеса отдельно, и уже смотреть, какой ущерб этот субъект нанес для того, чтобы этот ущерб налоговыми стимулами возместить. Однако главная проблема – это падение платежеспособности покупателей. По оценкам независимых экономистов, люди израсходуют свои запасы, наберут долги, и не смогут покупать товары до тех пор, пока не достигнут положительного баланса в своих семейных бюджетах. А это может затянуться. На этом фоне предложение кредитовать бизнес выглядит наивным заигрыванием. Зачем предпринимателям кредиты, если негде и некому продавать? Как признались чиновники, в условиях карантина бизнес уже недополучает налоги на миллиарды тенге. «Были внесены отсрочки, отменены некоторые платежи бюджета от деятельности субъектов малого и среднего бизнеса. А это доходы местных исполнительных органов. На сегодня, по нашим оценкам, порядка 230 миллиардов тенге местный бюджет недополучит поступление в бюджет. Но уже принято решение, эти недополучения будут компенсированы из республиканского бюджета». Впрочем, карантин нанес удар не только бизнесу, но и по доходам населения. Экономисты констатируют, что масса лишившихся работы горожан, от спортивных тренеров до парикмахеров, сильно закредитована. Им вроде как обещают отсрочку по ипотечным и потребительским платежам. Но как потом все это оплачивать, если источники дохода потеряны? Людей с кредитами в Казахстане однозначно больше, чем со сбережениями. И это в условиях карантина огромная проблема, говорят экономисты. 10 июня текущего года истекает срок действия банкнот номиналом 500 тенге образца 2006 года. Об этом сообщают в западно-казахстанском филиале Национального банка. До этого времени банкноты обязательны к приему. Отказ от приема влечет наказание согласно статье 206 Административного кодекса Республики. После 10 июня текущего года банки второго уровня еще в течение года будут принимать и обменивать банкноты старого образца на новые. А в филиалах Национального банка прием купюр старого образца возможен еще на протяжении трех лет. Банкноты номиналом 500 тенге образца 2017 года будут находиться в обращении и остаются обязательными к приему на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода. Полемика по вопросу изменений в закон о партиях все еще продолжается в кругу специалистов, несмотря на то, что поправки были приняты. В ходе подготовки данного законопроекта был изучен зарубежный и мировой опыт. У каждого государства свой подход. Главная цель при этом – показать силу и мощь партии, уверенной в Минюсте. При этом считают верным сокращение количества членов партии с 40 тысяч до 20 тысяч человек. А принимаемые нормы соответствуют требованиям Конституции. Все подробности у нашего корреспондента. Выражение, что в споре рождается истина, не лишено оснований. Депутаты, конечно, не спорили и не ссорились, но каждый из них пытался выяснить, что на самом деле стоит за изменениями в законе о политических партиях, каким будет его новое смысловое наполнение. Немало вопросов они задали Минюсту. По какой причине сохраняется требование численности партии в филиалах в количестве 600 человек при снижении общей численности? Чтобы зарегистрировать партию, раньше надо было 40 тысяч человек в составе. А вот в сегодняшнем законопроекте о политических партиях их количество сокращается до 20 тысяч. Кстати, этот вопрос поднимался и обсуждался не раз. Некоторые предлагали вообще сократить число членов партии до 50 тысяч, а то и до десятка человек в партиях. В связи с чем, Марат Бахаджанович, хочу узнать ваше мнение по этому поводу и какое пояснение вы можете дать по данному вопросу. На что последовал ответ министра юстиции с пояснениями. При разработке законопроекта мы исходили из того, что основная работа партии должна осуществляться не в городах, а в регионах. И филиалы региональные – это основная сила партии и основную роль они выполняют в работе с населением. Поэтому мы предложили оставить требования по численности 600 членов на том же уровне, чтобы обеспечить репрезентативность политических партий в регионах. Увеличение числа партий, как и во всем цивилизованном мире, безусловно должно быть, но нельзя забывать при этом о качестве, напоминают народные избранники. Ну и в итоге пришли к единому мнению. Отныне количество членов партии сокращается с 40 до 20 тысяч. Это является, по мнению спикера, важным шагом, а главное – к балансу между партиями и к демократическому подходу в данном вопросе. В два раза снижается барьер для регистрации политических партий с 40 до 20 тысяч. Несомненно, данные нормы – новый импульс модернизации всей действующей политической системы страны. Такую задачу было поставлено законодательно обеспечить, что сегодня мы, рассмотрев эти два важных закона, и внесли. Гульнару Марва, Олег Писаренко, ТДК-42. В Западно-Казахстанской области выявлено 14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе. На день 23 апреля общее количество заболевших COVID-19 достигло 86 человек. Двое западно-казахстанцев излечились и были выписаны из инфекционной больницы. Сейчас в карантинном стационаре под наблюдением медиков находится 56 человек, в провизорном стационаре – 20, и на домашнем карантине – 1181 человек. Один случай зарегистрирован среди контактных человек, который был помещен в карантинный стационар, так как был в контакте с ранее заболевшим человеком больным. Остальные 13 человек прибыли с территории Российской Федерации, 12 из которых работают вахтовым методом. Один человек у нас студент одного из вузов города Саратовской области, Российской Федерации. Все лица, все 13 лица переходили границу на посту Тоскала и пост ЦРМ района Батирек. Все были госпитализированы, то есть помещены в карантинный стационар, где у них взяты анализы на ПЦР-исследования, который в итоге дал положительный результат. Воздержаться от посещения кладбища на Радоницу просят горожан-представители Уральской епархии. В условиях пандемии коронавируса священнослужители настоятельно рекомендуют соблюдать установленные правила карантина и молиться дома. Избежание большого скопления людей и самоизоляции, на сегодняшний день основные эффективные меры в борьбе с коронавирусом, говорят представители духовенства. Были времена в истории церкви, когда холера, чума, и в те времена тоже было предписание и духовенство, и верующим находиться у себя в каждом доме. Призываем всех верующих в день Радоницы молиться дома, потому что молитва – это и самое главное. Весь смысл поминаний, который мы совершаем и дома, и в храме – это молитва за усопших. Вот что ему нужно, самое главное. Посетить кладбище можно после того, как закончится чрезвычайное положение, карантин. Руководители медицинских и образовательных учреждений смогут принять участие в контроле за строящимися объектами. Об этом заявил Аким Западно-Казахстанской области Галиис Калиев в ходе селекторного совещания с представителями сферы ЖКХ и строительства. Какие поручения дал глава региона руководителям ведомств, расскажут наши корреспонденты. Как стало известно в ходе селекторного совещания, на 2020 год по управлению энергетики и ЖКХ запланирована реализация 54 проектов на сумму свыше 8 миллиардов тенге. В Терптинском районе планируется газификация 10 населенных пунктов. Также запланирован капитальный ремонт водопроводной сети в селах Переметное, Калининское и новенький районы Байтирек. В Уральске начались работы по реконструкции канализационных сетей. Глава региона заявил, что все объекты должны быть сданы в срок. Графики производства, графики финансирования должны правильно быть сделаны, работы должны вовремя проводиться, качественно. В текущем году на территории Западно-Казахстанской области планируется возвести 10 многоэтажных жилых домов и 88 домов в сельской местности. Также в текущем году ведется строительство четырех объектов образования на общую сумму порядка 2 миллиардов тенге. Глава региона сделал заявление о том, что будущие пользователи строящихся объектов смогут принять непосредственное участие в контроле над строительными работами. Определить общественный контроль из числа пользователей. Допустим, если это школа, то значит директор будущий. И также родители детей, которые в эту школу будут ходить. Если это больница, понятно, что главный врач. Сами пользователи должны быть официально назначены общественными контролерами. Если необходимо, дать им пропускать допуски на объекты строительства. Также Аким заявил, что в условиях действующего карантина должны быть учтены все возможные проблемы с поставкой импортного стройматериала. Марина Горбук, Наруан Кунашев, Рустам Джумашев, ТДК-42. В Уральске выросли цены на услуги такси. Это связано с приостановлением работы общественного транспорта. В отделе ЖКХ посырского транспорта и автомобильных дорог заявили, что знают о проблеме. Их специалисты работают с перевозчиками. Кроме этого, жалобы на необоснованное повышение цен принимает по телефону 50-04-02. Сейчас в городе приостановлено движение общественного транспорта. Организации, которым разрешено работать во время карантина, обеспечивают своих работников служебным транспортом. Остальным горожанам приходится использовать такси. Но многие люди заявляют, что перевозчики увеличили цены на свои услуги. И это при том, что большинство горожан потеряли свои источники доходов. Были бы автобусы хотя бы с утра или с часок, или после обеда с часок. Было бы, конечно, легче. На работу добираться, мы обязательно работаем, мы коммунальники. Утром проблема добраться, да, обязательно. А такси дорого. Наверное, такси вообще не езжу. Не пробовал даже и не хочу. Потому что проблема, там, заявку дашь, ждешь. Время тратишь. Сейчас же такси урезали и уменьшили. В городском Акимате сообщили, что сейчас разрешение на работу имеют 4 официальных такси. Это «Империя», «Азия», «Ардагер» и «Каспий-транспорт». Они тоже сократили количество автомобилей из-за снижения пассажиропотока. Жалобы на повышение цен стали поступать чаще. Специалистам нашего отдела принимаются звонки. Это 50 0402. Я хочу сказать, обратиться к жителям нашего города. Вы можете в любое время обратиться по этому телефону и дать, значит, знать о каких-либо фактах завышения цен на такси. Мы сразу же тут отреагируем со специалистами, со специализированными органами. На сегодняшний день, как вы знаете, официально деятельность такси ведут 4 таксопарка. Это «Империя», «Азия», «Каспий-транзит» и «Ардагер-Оксфа». Отметим, что при составлении жалобы необходимо указать начальный и конечный пункт маршрута, время поездки и оператора такси. Специалисты отдела обещают дать ответ на каждое обращение. В Уральске с начала действия карантина зарегистрировано порядка 500 безработных. Такие данные представляют в городском центре занятости. Как можно встать на учет в качестве безработного и сколько вакансий готовы предоставить населению по окончанию карантина, расскажут наши корреспонденты. Как сообщили в городском центре занятости, на сегодняшний день в Уральске в качестве безработных зарегистрировано порядка 2000 человек. С начала карантина число людей, оставшихся без работы, резко увеличилось. Только по официальным данным в качестве безработных зарегистрировались порядка 500 человек. Проблема вызывает сама процедура постановки на учет. Далеко не все владеют навыками компьютерных технологий, да и не у всех есть доступ в интернет. Так как сейчас в стране виле чрезвычайное положение, мы все заявления принимаем в виде онлайна через ЕГОВ, через портал электронного правительства. При этом государство готово трудоустроить население под двум действующим программам. Янбек и дорожная карта занятости. Устройство на работу возможно после окончания режима карантина, говорят специалисты. Согласно закону о занятии 28 статьи, пункта 2, все работатели, у кого независимо от формы собственности есть и есть вакансии, потребность в специальностях они должны предоставлять в центре занятости заявки, сведения. На данный момент у нас есть заявки, но так как карантин, у нас нет возможности туда направить. Но по окончанию примерно 800. По вопросам занятости и трудоустройства гражданам следует обращаться по номерам 303568 и 304177. Марина Горбук, Наруан Гунашев, Рустам Джумашев, ТДК 42. В Тобот и Суарнасы сокращено более 100 человек. На предприятии заявили о сложном финансовом положении. Из-за введения усиленных карантинных мер многие предприятия города приостановили деятельность. Водопотребление и оплата за услуги сократились в несколько раз. Также проблемы возникают и с поступлением платежей от населения. Несмотря на это, продолжается реконструкция аварийного коллектора на улице Шолохова. Подрядчики должны завершить работы к осени этого года. Обстановка, конечно, сейчас напряженная. В плане того, что сейчас именно в финансовом состоянии, то, что уменьшились сборы с населением, сейчас люди и организации стоят, поэтому в финансовом плане, конечно, тяжеловато сейчас нам. Сокращен штаб, переведены на простой, на минимальную зарплату. То есть оставлены только те работники, которые действительно необходимы в производственном процессе, которые участвуют непосредственно в производственном процессе, которые нельзя остановить. С 24 апреля с 10 часов до 16 часов будут проводиться работы по замене водопровода на перекрестке улицы Сергея Тюленина и проспекта Абулхайрхана. В связи с этим будет временно ограничена подача воды по улицам Сергея Тюленина, Жолдебаева и Механовой. В ходе ремонтных работ будет заменен устаревший водопровод протяженностью 16 метров, а также установлена задвижка. Тобот и Сорнасы Акимат города просят горожан произвести запас воды и приносят извинения за временные неудобства. Это необходимые меры, связанные с обновлением инженерных сетей и улучшением качества водоснабжения города. В Уральске появились два новых светофорных объекта с кнопками вызова для пешеходов. В полиции отметили, что искусственные неровности на данных участках будут функционировать до полного привыкания пешеходов к использованию вызывающего устройства. Жителям города рекомендовано провести беседы с детьми для объяснения им правил использования кнопок вызова. На нерегулируемых пешеходных переходах, расположенных по проспекту Евразия, в районе автобусной остановки научно-технической библиотеки и по улице Гагарина, напротив среднеобразовательной школы номер 22, установлены светофорные объекты с вызовными устройствами для пешеходов. Ввод будет производен 27 апреля текущего года. В связи с реконструкцией воздушной линии на подстанции в поселке Деркул по улицам Кольцевая, Алтынсарина, Гаврилова, Первомайская, Даля, Набережная, Больничная, Литейная, Трудовая и Уральск-2 будет отсутствовать электроэнергия с 13 до 17 часов с 23 по 30 апреля текущего года включительно. Энергетики просят жителей данного района отнестись с пониманием. В этом году на борьбу с комарами и мошками в Уральске выделено 88 миллионов тенге. Об этом сообщили в Управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Подрядчики приступили к обработке территории от личинок кровососущих насекомых несколько дней назад. По их словам, затяжная прохладная весна не позволяет отравить комаров в полную силу. В Управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства отметили, что в прошлом году сумма, выделенная на борьбу с гнусом, составляла 69 миллионов тенге. В этом году ее увеличили на 25% до 88 миллионов. Выплат личинок на территории области происходит в мелких водоемах. Энтомологи проводят обследование территории. Они выяснили, что из-за низкой температуры воздуха личинки только начали появляться. Но обрабатывать мелкие лужи уже необходимо. В текущем году мы увеличили эту сумму на 88 миллионов тенге. В текущем году проведение профилактической дезинфекции будет проводить томок токсин. Профилактические дезинфекции обследования территорий уже начались с 5 апреля. 16 апреля по энтомологическим показаниям уже начаты обработки личинок. В текущем году будет обработано 12 тысяч гектаров. И по сравнению с прошлым годом мы обрабатывали 10 тысяч гектаров. Непосредственно для обработки используется специальная техника. Например, вот такой ветрогенератор. Распыляется препарат «Бактицит», который вызывает гибель насекомых, попадая в кишечник. Как отметили в подрядной организации, данный препарат не наносит вреда человеку и окружающей среде. Второй этап по борьбе с летающими комарами и мошками планируют начать в мае. Для того, чтобы провести обработку от кровососущих насекомых, сотрудники подрядной организации одеваются вот такие специальные костюмы. Сзади вот такой прибор, который весит порядка 12 килограммов. Человеку придется несколько часов работать под повышенной нагрузкой. Население обещали предупреждать об обработке через средства массовой информации. Это у нас первый этап. Делается на территории 1800 гектар. И в этом году дополнительно присоединились районы. Это районы Байтирек, поселок Мичурино, поселок Осан, поселок Зеленый. На данном этапе только-только на самых мелководных водоемах появляются личинки. И то они на первом этапе, потому что вода еще не согрелась, личинки еще толком не появились во всех водоемах. Прогнозов на предстоящий сезон пока никто делать не берется. Но борцы с Гнусом обещают, что будут выполнять свою работу до полной победы над кровососущими насекомыми. Роман Копняев, Айбуладжигепар, Александр Грабарев, ТДК-42. Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Ищите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание. Мы работаем для вас. А вы ради своей же безопасности оставайтесь дома. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова